В поселке Юбилейный в следующем году появится общедоступная спортивная площадка. Об этом говорилось на выездном совещании комиссии региональной общественной палаты, которое прошло сегодня на территории местного ФОКа. Треть участка займет народный фитнес-парк. Это благотворительный проект известного саратовского силача Вячеслава Максюты. Здесь, где мы стоим, это парковочная зона. Она как была, так и останется для того, чтобы люди могли приехать, пойти позаниматься в ФОК Юбилейный. Дальше идет уже площадка. Далее идет, ну по плану, это наша зона тренажеров, затем скейт-парк, после детская площадка и парковая зона. То есть здесь как раз будет все для того, чтобы просто обычный горожанин вышел из дома и провел хорошо время. В идеале, что мы хотим сделать, это поставить 37 тренажеров. Но сейчас 11 тренажеров есть. Получится все собрать, ну найти всех партнеров, которые смогут купить эти 37 тренажеров. Будет очень хорошо. Но не получится, поставим то, что есть. Это же необязательный проект, и он не финансируется откуда-то. То есть это все делается благодаря пожертвованиям людей. Он потому и называется народный, что в строительстве и создании этого фитнес-парка участие принимают неравнодушные саратовцы. Уже сейчас, по словам Вячеслава Максюты, спортивного оборудования закуплено почти на 2 миллиона. Будущий народный парк будет доступен и для маломобильной категории граждан. Идея, на самом деле, для Саратова точно уникальная, совершенно замечательная. Потому что аналогов нет. У нас, в принципе, и так в городе есть определенный дефицит таких вот спортивных площадок шаговой доступности. Все знают там площадку на набережной, возле Звездного, их не так много. Вот здесь появится еще одна. Люди будут приходить, заниматься, будут видеть, что вполне возможно сделать это, ну если не полностью собственными силами, но в таком партнерстве с государством. Это очень правильный подход, потому что, ну, та среда, в которой мы живем, ее формирование зависит от нас самих в том числе. И Вячеслав в этом случае как локомотив, который задает вот это направление. И многие бизнесмены, многие предприниматели, несмотря на то, что сейчас тяжело, помогают, делают это, реализовывают этот проект вместе с ним. Конечно же, мы с своей стороны приветствуем такие благотворительные проекты. Это способствует вовлечению населения в занятия физической культурой спортом. Спорт становится доступным. И в эпоху даже пандемии здесь минимальные требования, которые необходимо соблюдать в плане эпидемиологической ситуации на свежем воздухе. Люди могут доступно заниматься спортом и, так скажем, укреплять свое здоровье.